Во Франции набирает оборот протестное движение желтых жилетов, выступающих против повышения цен на топливо, а также выдвигающих политические требования, в частности отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Выяснилось, что одним из основателей и лидеров движения является общественный активист Айк Шегинян, который родился в Ереване, но вырос и проживает в Париже. Шегинян накануне отреагировал на обращение французского президента к народу с обещаниями пойти на уступки и принять социально-экономические меры. Мы намерены оставаться мобилизованными по очень простой причине, мы против того, как расходуются государственные деньги, против принимаемых решений. Мы считаем, что миллиарды, сотни миллиардов, можно получить, если внедрить разумную экономию и вводить налоги там, где нужно, а не возлагать все время на плечи мелких налогоплательщиков, сказал активист в эфире Евроньюз. Айк Шегинян также объявил, что движение «желтых жилетов» в ближайшее время трансформируется в политическую силу и примет участия в выборах Европейского парламента в мае 2019 года. Шегинян принимает активное участие, также и в жизни армянской диаспоры. В апреле-мая 2018 года он участвовал в акциях французских армян, поддержавших народные протесты в Армении. Похоже, что армянин решил перетащить так называемую «бархатную революцию» из Армении во Францию. Армянство, испокон веков кочующее в поисках армянского эльдорадо по свету, не имеет чувства родины и не способна испытывать благодарность к тем, кто дал крышу над головой и поделился куском хлеба. Присосавшись к какому-то месту, армянство начинает искать пути реализации своих усконационалистических интересов, которые чаще всего не совпадают с интересами страны пребывания. Напомним, что не так давно в Калифорнии вдруг взыграли сепаратистские настроения. А ведь там огромная и влиятельная армянская община. А кто не помнит историю Сергея Нигаяна? Одного из лидеров украинского Майдана, положившего конец благополучию Украины. Напомнили мы об этом потому, что разрушительные процессы при активном участии армянской общины, сегодня идут во Франции. Перед началом акций Айк Шегинян, очень довольный собой красовался перед журналистами, рассказывая о задачах мятежников, страшно озабоченных неэкономной тратой бюджетных средств. Шегинян обещает французам сэкономить для них миллиарды на этих уличных беспорядках. А тем временем, по оценкам специалистов, Франция как раз-таки уже несет огромные потери. Резко замедлился экономический рост. При этом, как пишут СМИ, большинство французских политиков считают, что ни чрезвычайное положение, ни даже выполнение требований не поможет остановить беспорядки. Правильно, не поможет остановить. Потому что, беспорядки задуманы вовсе не для разрешения экономических проблем населения, а с целью разрушения страны. В свое время армянские националисты, развязывая Карабахский конфликт, вовсе не мечтали о решении, высосанных из пальца и надуманных проблем местных армян. Главной целью было раздробление Азербайджана и присвоение его территорий. Понятно, что армянство вряд ли претендует на французские земли. Хотя, если смотреть вглубь вопроса, армянская община и так крутит и вертит французскими властями, как хочет. Избирает президентов и голосует за проармянские резолюции в Сенате. И им важна только и только, личная выгода, лишь бы получить некие бонусы. Французские политики, готовые рушить отношения с Турцией и Азербайджаном ради армянских миллионов, доигрались. Айх Шегинян, так называемый француз в желтом жилете, показал цену армянской верности и благодарности. Азербайджан Азербайджан